Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня», ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что такое хищные дороги в Тверской области и чему эти хищные дороги учат? Кто несёт персональную ответственность за безопасность на проезжей части? На эти и другие вопросы мы ответим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мои собеседники – заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов и координатор группы волонтёров проекта «Хищные дороги» Эльвира Вадимовна Ермакова. Уважаемые друзья, здравствуйте! Начнём, наверное, с обстановки на Тверских дорогах. В дорогах, Павел Анатольевич, несколько слов о том, что изменилось с приходом холодов, на что нужно водителям обратить особое внимание и много ли аварий? Здравствуйте! Ну, что, в первую очередь, хочется сказать. Понятно, что смена сезона у нас происходит ежегодно. Все теоретически должны быть к этому готовы. Но, как правило, получается, что некоторые водители к этому не готовы. Ну, нельзя сказать, что если вот берём эти выходные, да, и часть начавшейся недели, это имеется в виду, когда смена погодных условий у нас произошла, то есть появился незначительный снежный покров, и температуры ушли в минус, да. Статистика аварийность несколько, если сравнить с прошлой неделей, выходными также, несколько выросла. Незначительно, будем говорить, да, количество ДТП возросло где-то на 1 четвёртую, да, количество погибших возросло с 1 до 2, и незначительно выросло количество получивших ранений. То есть вот такого, как называют в народе, дня жестянщика не было, да, что когда массово бились автомобили? Ну, основная задача-то наша – это сохранить жизнь и здоровье, поэтому мы больше внимания обращаем на ДТП, в которых люди получили ранения либо погибли. А если говорить о ДТП с материальным ущербом, так называемый нежестянщик, то, конечно же, число таких ДТП возрастает. Причём оно возрастает в основном по субъективным причинам, то есть по неготовности самих водителей. Это, как правило, психологически ещё не перешли на зимний стиль вождения, что будем говорить, да. Ну, зимний стиль вождения – это прописанительное, это снижение скорости, сокращение дистанции, соблюдение бокового интервала и так далее. Второй момент. Как показывает статистика, всё же зимняя резина тоже влияет на состояние аварийности. Вот это то, о чём мы постоянно в наших программах говорим и напоминаем. Да, совершенно верно. Особенно это речь идёт о дорогах, которые находятся вне населённых пунктов. Даже в городе всё же и температура несколько выше, и проезжая часть лучше несколько обрабатывается, чем за городом. И всё-таки на региональных дорогах вот этим иногда бывает, что участниками ДТП чаще становятся автомобили, которые в настоящий момент ещё не переобулись на зимнюю резину. Имейте в виду это, уважаемые радиослушатели, автолюбители. Поменяйте, пожалуйста, резину, если уже необходимо. Что мы можем сказать про предупредить о чём молодых водителей, потому что на них мы в каждой программе делаем особый акцент, да? Что нужно учитывать и к чему нужно быть готовыми? Молодые водители, они тоже полноценные водители, но в то же время они отличаются от опытных водителей тем, что вот именно отсутствием опыта необходимого. Мы ещё, наверное, в дальнейшем поговорим об этом более подробно, но, тем не менее, вот остановлюсь коротко. Существуют явные угрозы и неявные при дорожно-транспортных отношениях, скажем так. И молодой водитель, он сосредотачивается в основном, но на явных угрозах. То есть о чём идёт речь? Это он сосредотачивается, чтобы вести правильно свой автомобиль, потому что у него ещё нет устойчивых навыков, чтобы следить за сигналами светофора, то есть очевидными вещами, которые ему видны на дороге. Но есть ещё и неявные угрозы, то есть это неожиданный выезд автомобиля с прилегающей территории, там, неожиданное перестроение какого-то автомобиля, какой-то обгон, то есть поэтому у молодых водителей существует вот эта вот небольшая проблематика, то есть отсутствие опыта. Поэтому, я всегда говорю, нужно вести автомобиль с той скоростью, на котором ты можешь им управлять. И такое же пожелание, наверное, будет молодым водителям. — Вообще на молодёжь у сотрудников ГИБДД сделан какой-то акцент. Вот мы говорили о том, что именно с молодёжью вы стараетесь работать, вести профилактическую работу. Мало того, с молодёжью, даже с детьми и подростками, да? Вот почему именно на этот слой населения сосредоточено особое внимание? — Ну да, вот о котором проекте, о котором мы будем говорить на сегодняшней передаче, да, он в основном ориентирован именно на подростков и на более старший возраст. Почему? Потому что, ну, вы смотрите, уже много обсуждали у нас детская аварийность, условно делится на участников детей в них. Это дети-пассажиры, дети-пешеходы и дети-водители. Если говорить о... ну, о вине детей вообще, в принципе, нельзя говорить, потому что в любом случае ДТП с детьми виноваты не дети, скорее всего, да? А будем говорить, наверное, эту формулировку сделаем, что нарушение правил дорожного движения несовершеннолетними. Вот эту категорию возьмём. Так вот, ясно, что когда дети-пассажиры, они здесь нарушить не могут, здесь полностью они заложены ситуацию, здесь из вина взрослых. Эти-пешеходы. Среди детей-пешеходов практически 50% ДТП, чуть меньше, происходит из-за нарушений правил детьми. И вот теперь мы приходим к той категории, вот дети-водители, да, она во всём массиве ДТП, с участием несовершеннолетних, самое, наверное, немногочисленное, то есть порядка 20% ДТП случается с детьми-водителями, но при этом в этих 20%, в 70% случаев дети-водители нарушили правила дорожного движения. Поэтому вот надо ориентировать именно на эту категорию участников дорожного движения. Более того, в этой категории дети-водители ещё существует так называемая гендерная диспропорция. То есть очевидно, что чаще мальчики либо юноши попадают в ДТП, потому что они более склонны к рисковому поведению, плюс там вот эта юношеская баравада присутствует. Так вот, если это перевести в цифры, то если брать управление велосипедами, то из всего массива девочки попадают в ДТП где-то около 20%. Оно это всё молодые люди. Если говорить о водителях мототехники, то это практически 100% молодые люди. Сколько лет, кстати, сейчас можно получать права на вождение той же мототехникой? Ну, с недавнего времени относительно изменилось немножко правило сдачи экзаменов. То есть категория А была, это раньше мотоцикл в целом, и она разрешалась получение этой категории с 16 лет. Потом, значит, было проанализировано состояние аварийности, там, навыки и психофизическое состояние вот этой категории молодых людей, и решили, что с 16 лет стали выдавать обострение категории А1. То есть это мотоциклы с объёмом двигателя до 125 кубических сантиметров. То есть не сильно мощные мотоциклы. А остальные мотоциклы мощные. Можно получить водительскую устранение с 18 лет. С 18. То есть, да, вот учитывая вот это вот эксцентричное поведение на дороге, о котором вы говорили, да, молодых людей, подростков? Совершенно верно. Но если уже говорить опять о аварийности и разбивкой пополам, то страшно то, что девочки-то страдают в качестве пассажиров, например, на мотоцикле находясь и так далее. Потому что, как правило, ну, в принципе, мотоцикл не такое очень опасное средство передвижения, а пассажир, он в основном, не защищён. Потому что водитель, он иногда себя и защитит, он как минимум использует шлем. Второго шлема у него нет, садится пассажир. То есть пассажир, как правило, без шлема? Да, да. Редко, когда бывает в шлеме либо в экипировке пассажира. Поэтому, собственно, вот их страдает в основном, много страдает пассажиров мотоциклов. И последствия, да, последствия таких аварий очень серьёзны. И это, как правило, бывает в сельской местности, да, на небольших дорогах бывает. Они думают, ну, что мы выйдем на сельской дороге покататься, да? А это-то и страшно. Более того, да, это, как вы верно заметили, сельские дороги. Второе, техника может быть не приспособлена для дорожного движения. То есть как минимум не иметь цветовых приборов, ну, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второй момент, что можно заметить, эта аварийность, она всё-таки имеет сезонный характер. Ну, это очевидно, да, что на мотоциклах вряд ли зимой кто-то ездит. Ну, да, да, открывается сезон, закрывается сезон. Если взять, например, весенние-осенние месяцы, когда ещё можно управлять этой техникой, то количество ДТП составляет от двух до четырёх месяцев. Если мы берём летние месяцы с июня по август, то это количество ДТП ежемесячно возрастает до десяти. Более чем в два раза. Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова. А в гостях у меня заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Власов и координатор группы волонтёров проекта «Хищные дороги» Эльвира Ермакова. До перерыва мы говорили о безопасности соблюдения правил дорожного движения подростками, теми, кто управляет мототехникой. Именно на это сосредоточена немалая работа сотрудников ГИБДД, именно профилактическая работа. Да, Павел Анатольевич? Да, совершенно верно. Причём, если вот сейчас проанализировать все эти цифры статистики, которые я говорил в первом части нашей программы, то мы приходим к выводу, учитывая всё в целом сложить, если вот в один пазл, то мы понимаем, что важную роль в профилактике этого вида аварийности играет вовлечённость подростков в учебный процесс. Причём не только в школах, да, потому что, очевидно, что летом дети не учатся, предоставлены сами себе и больше аварийности. Речь идёт о учебном процессе в целом, то есть приобретении подростками и детьми опыта поведения в нештатных ситуациях, опыта безопасного поведения на дороге, а также, может быть, даже нетерпимое отношение к нарушениям правил дорожного движения. Тот опыт, наверное, который в недостаточной степени преподнесут в школах вождения, да? Совершенно верно. Поэтому здесь должна участвовать и семья, и вот эти вот общественные организации, которые нам очень сильно помогают в этой работе. Если говорить об этом проекте «Хищные дороги», то, конечно, это серьёзное мероприятие. С учётом подхода к донесению информации, это очень хорошо влияет в плане профилактики. Но это Эльвир, наверное, один более подробно расскажет об этом. Да, Эльвир, у меня сразу к вам вопрос. Вот я когда узнала о существовании такого проекта, меня сразу заинтересовало само название «Хищные дороги». Мне почему-то представилась такая вот акула, которая плавает в недрах океана, а здесь дорога. Почему такое название? На самом деле, да, когда только создавался проект, только-только придумывался формат, как это будет происходить, как мы будем общаться со школьниками, у нас в голове сразу как раз-таки возникла акула. Правда? Да, на самом деле. И у нас пришло в голову такое взвучное название «Хищные». Ведь дороги — это зона повышенной опасности, согласитесь. И мы посчитали важным донести это и в названии, и своим проектам, и лекциями интерактивными, которые мы проводим. И «Хищные дороги», вот как корабль назвали, так он и поплывет. Да-да-да, как вы ехту назовете, так она и поплывет. И в названии, в самом, я так поняла, что вы всё-таки учите на отрицательном, на негативном опыте. Какие ситуации могут быть на дороге? С чего отталкиваетесь? От чего? Первым делом, конечно, мы брали фото- и видеосъёмки ДТП, которые случались на дорогах не только Твери, но и Тверской области. И показывали их старшеклассникам, либо студентам вузов и СУЗов, колледжей. Показывали, как это происходит, разбирали различные ситуации, до сих пор это делаем. И формируем общий вывод, который можно сделать из просмотра данных видео. И чем-то подытоживаем, рассказываем какие-то опасные ситуации на дорогах, разбираем эти моменты. И школьники очень активно принимают участие в наших беседах. И это очень полезно. Вот, кстати, вот этот самый негативный опыт, вот чем мы занимаемся в нашей программе, чем я занимаюсь уже более 20 лет, и знаю, что, Павел Анатольевич, при входе в управление ГИБДД, да, есть специальный экран, люди, которые ждут, показаны именно страшные случаи. В этой ситуации лучше, наверное, испугать человека, чтобы он уже знал, что может быть. Ну да, наверное, это является эффективным, все-таки, методом воздействия. Получается, это воздействие на эмоциональном уровне. Человек начинает пропускать всю эту ситуацию через себя. Что касаемо проекта «Хищные дороги», немножко тоже скажу, почему эта информация хорошо доходит до слушателей. Потому что, придя просто так в школу, либо в колледж, и рассказывая правила дорожного движения, ну, подростки в таком возрасте, они не сильно это воспринимают. Да, но скучновато. Вот, здесь важна именно структура. То есть они рассказывают ситуацию, и потом последствия, что может возникнуть. Причем с демонстрацией презентации, каких-то фотографий прям с места ДТП. То есть, ну, вот приведу простой пример, например, использование тех же самых шлемов, либо ремней безопасности. Если мы просто рассказываем, что вот это предписано правилом дорожного движения, там за это штраф 500 рублей, вряд ли это на кого-то произойдет сильное впечатление. А если показать дорожно-транспортное происшествие, в котором не были использованы ремни безопасности, и какие бы произошли последствия для водителей и пассажиров. Далее, показать автомобиль, что он практически целый, то есть, от чего мы говорим мы о жизненном пространстве, что, используя ремни безопасности, водитель и пассажиры могли бы не то, что не погибнуть, а даже не пострадать. То же самое и о мотошлемах. То есть, вот форма донесения информации имеет очень ключевую роль, я считаю, в этом проекте. Эльвир, у меня к вам вопрос. Скажите, как вообще появилась идея создания такого проекта? Когда этот проект был создан? И это ноу-хау Тверской области, или же есть в различных регионах России такие хищные дороги? Проект создавался около двух лет назад, может быть, чуть больше, двух с половиной лет назад. Просто команда волонтеров Тверского государственного университета сидела и рассуждала на тему того, как пешеходы, даже взрослые люди, переходят дорогу не на зеленый свет, не смотрят по сторонам. То есть, такие банальные вещи, которые знают все с пеленок, это не соблюдается в нашем мире. В Твери, по крайней мере, мы это очень явно замечали. И пришло в голову как раз-таки создать такой проект, потому что все молодые люди, наши ровесники, люди, которым 16-20 лет, они ведь в будущем мамы и папы, и они тоже будут учить детей, как правильно переходить дорогу, чего стоит опасаться, на что стоит обращать внимание. И, конечно, здесь социальная значимость велика. Поэтому проект создавался в рамках Твери, в рамках Тверской области. То есть это наше детище? Да, это наше детище. Вот не очень важно, что мы начали с пешеходов, потому что мы говорим в целом о безопасности дорожного движения на проезжей части и на тротуарах, обо всех участниках дорожного движения. И много раз в нашей, вот в этой вот программе, в рамках национального проекта, мы говорили о том, что именно родители должны подавать положительный пример. Можно 10 раз сказать, что надо переходить на зеленый свет, а самим взять ребенка за руку и пойти на красный. И вся учеба сведется к нулю. То есть вы начинали с пешеходов. Да, Эльбер? Да, все начиналось с пешеходов, поскольку мы сами являемся пешеходами команды волонтеров. И, безусловно, первые наши запуски проекта проходили в Тверском государственном университете, на факультетах. Мы рассказывали не просто, как правильно переходить дорогу, это все знают, да, на красный стой, на зеленый иди, все просто. Мы старались показать видео, которое нам любезно предоставили сотрудники ГИБДД. И старались, чтобы студенты сами сделали вывод, как правильно нужно, как это стоит сделать. Потому что сколько ты им не говори, сколько студентам не объясняй, либо школьникам, все равно лучше и правильнее усваивается информация, когда ты к ней приходишь сам. Здесь подразумеваются какие-то зачеты, экзамены на этих беседах? Или просто это встречи такие и обсуждение темы? Это просто встречи, это обсуждение, это беседы, да, вынос на обсуждение какие-то такие сложные ситуации на дорогах, хоть в рамках, да, пешеходов, не только пешеходов, но и пассажиров. Ведь в большинстве своем молодые люди это, в первую очередь, это пешеходы, во вторую очередь, это пассажиры. Это пассажиры даже того же самого, либо общественного транспорта, либо легковых автомашин, да, куда вы добираетесь, на чем вы добираетесь до места учебы, да? Да, абсолютно верно. И поэтому все это мы начали со студентов, начали прорабатывать это, смотрели, как это лучше преподнести информацию, да, как это лучше усвоить, конечно же, пожелания принимали от студентов. И проект развивался постепенно, постепенно, с помощью сотрудников ГИБДД, вот, которые нам всегда объясняли, предоставляли методическую помощь, материалы. И вот из этого родился такой масштабный проект. То есть вы сейчас с кем работаете? Это не только студенты, это и школьники, наверное, но акцент именно на молодежь, да? Безусловно, акцент на молодежь. В первую очередь это студенты, это студенты колледжей, СУЗов, да, ВУЗов. И с недавнего времени это стали школьники, именно старшеклассники, да, поскольку в виде ДТП всё-таки они серьёзные, и мы считали нужным показать их именно старшеклассникам, поскольку они старшие и они лучшие. Это поймут, усвоят, да, и эмоциональное воздействие вот именно для данной группы лиц будет максимально эффективным. Вот те самые потенциальные, наверное, водители тех же мопедов, мотоциклов, да, о которых мы вот в первой части программы говорили, да, и как вы понимаете, насколько усвоен этот материал людьми? Помимо того, что мы просто седуем, да, с ребятами, мы также проводим итоговое тестирование, да, тестирование в начале что-то. А вот всё-таки вот я чего добивалась, да, зачёт или экзамен, это всё-таки есть тестирование. Тестирование, конечно, это не на оценку же. Ну да, 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 но тем не менее, насколько усвоено. Да, то есть тем не менее, когда они приходят, мы пишем небольшой тест, да, и понимаем, что пробелы в знаниях есть. Опять же, тест это не просто на бумажке, да, отметь верный ответ. Всё сделано в интерактивной форме, всё создано различными элементами игры, да, то есть чтобы детям было максимально интересно. И они с большим удовольствием думают, отвечают на вопросы, для них это приобретает форму именно игры. И когда мы понимаем, что пробелы в знаниях всё-таки есть, мы начинаем с ещё большим энтузиазмом разбираться, да. Ага, вы смотрите, где были эти пробелы, да, чего-то, может быть, не додали или кто-то чего-то не понял. Да, и мы создавали, конечно, такую атмосферу уютной беседы, чтобы все поняли, чтобы мы... Это было в рамках вопрос-ответ, да, то есть объясняли какие-то темы, о чём-то рассуждали, и большим удовольствием рассказывали студентам и школьникам о том, как же правильно, да, и они сами говорили всегда, а нам нужно вот так, а мы считаем, что вот так, и были абсолютно правы. Как сказал Павел Анатольевич, действительно, мотоциклы сейчас стали зоной повышенной опасности, и наш проект ведь не только в рамках Твери, но и Тверской области, да, мы ездим по городам, таким как Бежеск, да, Лихославль, Нелидово, то есть... Районные центры. Районные центры мы были в большинстве, и могу сказать, что когда мы попросили поднять руку школьников, да, у кого есть мопед у старшеклассников, многие поднимали руку. Вот не секрет, что некоторые родители считают, что это необходимый подарок своему чаду, да, подарить лет на 15 или на 14 мопед, пускай чадо катается. Да, в рамках... Я знаю, что все рассказывали, да, мы в деревне там катаемся, да, дословно цитатой, это и есть опасность, и мы об этом им рассказывали, мы показывали им это видео, и они потом сами, да, к концу нашей беседы приходили к выводу, что да, пожалуй, я буду аккуратнее, пожалуй, я оставлю это на потом. Эльвира, здесь очень важно, то есть вот вы показываете вначале то, что произошло, ситуация на дороге, которая закончилась трагедией, потом объясняете, как надо, и все-таки приходите к правильному выводу, как надо было поступить в этой ситуации, чего не надо было делать, да, чтобы в голове отложилось у человека. Конечно, это да, мы рассказываем им, но больше стараемся, чтобы дети сами нам об этом рассказали. То есть мы показываем видео, да, комментируем его, и дети сами начинают говорить, кто был неправ, да, чья была вина, на ком ответственность за это ДТП, ведь это разные вещи. Мы рассказываем детям не только о вине, но и об ответственности, что каждый должен нести ответственность, что безопасность на дороге – это ответственность каждого человека. Каждого, будь то водитель, будь то пешеход, когда ты вступаешь на дорогу, ты должен отвечать за то, что ты делаешь. Да, и в конце каждой нашей интерактивной лекции всех детей всегда ждёт одна интересная игра, как раз такие, которые учат ответственности на дорогах, и все уходят с абсолютно положительными эмоциями. Также мы им дарим все-то возвращательные элементы, О, о чём мы говорим постоянно, что необходимо. Сейчас никто не отменял, да, сейчас темнеет рано, и детям необходимо выделяться на пешеходных переходах, поскольку есть регулируемые, да, нерегулируемые пешеходные переходы, и как раз-таки вся опасность на нерегулируемых пешеходных переходах, поскольку не всё везде освещается, особенно за городом. Эльвира, предоставляют охотное помещение вам, ведь это же надо где-то собираться, мы сейчас не говорим про условия пандемии, проекту, как вы сказали, уже два года, да, где вы собирались раньше, кто предоставлял помещение? Мы всегда собирались, обучали волонтёров в Тверском государственном университете, можно сказать с гордостью, что университет любезно предоставил нам аудитории, где мы с охотой занимались, были проекторы, да, то есть репетиции проходили регулярно, и проблем со встречами не возникало. А в районных центрах? В районных центрах мы просто туда приезжали, да, на день, то есть уже готовые провести беседу с ребятами и абсолютно довольны оттуда уезжали, то есть это такое... Но где-то уже было место, где могла пройти встречи, да, вы уже знали? Да, конечно. А Павел Анатольевич, скажите, вот то видео, которое вы предоставляете для этих встреч, что вы стараетесь, какие варианты подбирать, какие ситуации, чтобы разбирали дети? Ну, смотрите, водитель, в принципе, даже и как любой участник дорожного движения, должен за короткое время провести анализ ряда факторов. И поэтому, чтобы было принято правильное решение по результатам этого анализа, то человек должен побывать в этих ситуациях в максимальном количестве таких ситуаций. То есть получается, если максимальное количество шаблонных хотя бы ситуаций попадет, и они будут разобраны, что называется, по косточкам, то, оказавшись уже в реальных условиях такой ситуации, наверное, он будет действовать более правильно. Второй момент. То есть вот любой участник дорожного движения должен однозначно понимать, что у него должно быть постоянно вокруг него какое-то жизненное пространство, плюс у него должно быть, он все время должен понимать, что происходит вокруг. Тогда при наступлении критической ситуации, нештатной ситуации, у него будет время на принятие правильного решения. Но вот такие вот тщательные разборки, которые проводят хищные дороги, ситуации, они откладывают в голове у человека? Они помогают реально? Ну, мы очень хотим на это надеяться, что это так, и, наверное, так и происходит. Второй момент. Рано или поздно все равно у человека это когда-нибудь всплывет в голове. То есть, например, вот он прошел сейчас этот, поучаствовал в проекте «Хищные дороги», затем он пошел обучаться в автошколу при достижении какого-то возраста. Понятно же, что автошкола не может дать максимального количества опыта и знаний, которые необходимы для управления, либо для участия в дорожном движении. Поэтому у человека начинают всплывать вот эти его воспоминания, которые он получил в школе, либо при участии в проекте. Это, конечно, хорошо, то есть он даже, может быть, с кем-то ими поделится. Эльвир, у меня вопрос. Как вы сейчас работаете в условиях пандемии? Год непростой. Вы продолжаете занятия? Да, мы продолжаем наше занятие, мы продолжаем встречи с волонтерами. Это всегда происходит сейчас на онлайн-площадках. И было время, да, еще весной и летом, когда проект вот-вот остановится в условиях пандемии, так все сложно сделать. Мы не сдались, мы создавали конференции, мы создавали площадки и общались со студентами, школьниками районов, города именно на онлайн-площадках, то есть именно через интернет. Это работало так же эффективно и детям даже понравилось. Кстати, вы сами управляете машиной? У вас есть права? У меня нет прав, но наличие прав или их отсутствие не освобождает от ответственности. Если у меня нет прав, это не значит, что я не должна знать правила дорожного движения, не должна им следовать. Поэтому прав у меня нет, но в ближайшее время, конечно, рассчитываю их получить. Но я думаю, что вы уже обладаете таким запасом знаний и знания, как действовать во всевозможных ситуациях, что вы без труда получите права. Скажите, пожалуйста, вам нужны сейчас люди, помощники, кто бы вам помогал и куда можно обратиться? На самом деле, да, всегда очень здорово, когда в проекте, в организации принимает участие много людей, волонтеров. Мы всегда рады новым лицам. Можно напрямую обращаться в Тверской государственной университет, да, так как проект создан при поддержке Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России, тут также можно написать туда, на корпоративную почту, либо в Тверской государственной университет. Мы всегда рады новым лицам, мы всегда рады со всеми поработать. Эльвир, такой проект, он уже как-то внедряется в других регионах России. Обращают на вас внимание, на ваш положительный опыт? Я полагаю, что да, поскольку тема в проекте затронута действительно значимая, поскольку все люди на данном этапе так или иначе сталкиваются с правилами дорожного движения, это окружает нас повсюду, поэтому, думаю, проект в будущем получит еще большую популярность. Я смотрю, что вам безумно интересно работать по этой тематике, потому что вижу, с каким энтузиазмом вы рассказываете, как блестят ваши глаза. Чем вас зацепило это в первую очередь? У меня зацепил проект именно неравнодушностью, пожалуй, потому что, опять же, наблюдаешь на дороге, смотришь за поведением людей и находишь некоторый диссонанс, как правильно и как следует делать, и переживаешь, и смотришь на статистику каждый день, ДТП, которое неутешительное, все равно у нас происходит ДТП и хочется, чтобы их было меньше. И люди, которые попадают в аварии, этого же могло не быть, правильно ведь? И, конечно, хочется научить детей, как правильно вести себя в случае ДТП. Не только как его избежать, но вот если что-то случилось, куда звонить, что нужно делать, как правильно себя вести, как не впадать в панику, как правильно не только переходить дорогу, но пристегиваться, нужно ли это. именно неравнодушность, именно неравнодушность волонтеров, именно такая некоторая, возможно, сердобольность, сердечная, о которой мы говорили, именно она нас подвигла работать в данном направлении, и мы каждый раз с большим удовольствием приходим в школы, в вузы, в СУЗы, мы прям ждем этого, и каждый раз видим вклад, и вдохновляемся еще больше. Павел Анатольевич, я могу вас поздравить, что у вас вот в лице таких девушек, таких парней, как Эльвира, помощников, есть на самом деле будущее? Ведь молодежь подключается к той работе, которую вы проводите профессионально. Да, естественно, просто деятельность по профилактике дорожного травматизма, она, во-первых, имеет накопительный эффект, и она будет наиболее эффективна при увлечении в нее максимального количества людей. Причем эти люди должны, вот на самом деле, как Эльвира говорит, они должны понимать, что вот всю опасность и понимать важность того, что они делают. И в заключение, наверное, я хотел обратиться ко всем участникам, то есть такую фразу сказать, не без всяких там нравоучений, вот нас не ждет дорога, нас ждут наши близкие, то есть ждут они нас живыми и здоровыми. Это очень важно, уважаемые друзья. Наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в студии работала Ирина Чекунова, а в гостях у меня были заместитель начальника отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Павел Власов и координатор группы волонтеров проекта «Хищные дороги» Эльвира Ермакова. Спасибо за участие, будьте здоровы, до свидания и берегите себя. Берегите себя. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова